МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа новости 24 часа в студии Юлия Александрова. Здравствуйте и коротко о главных темах выпуска. Единство и солидарность во имя справедливости и мира Александр Лукашенко провел серию встреч с мировыми лидерами на полях саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. Как лучше расплачиваться в первый день после деноминации и почему белорусы начали делать больше вкладов в национальной валюте? Через несколько минут в экономическом обзоре Алексея Мартиненко. 3D-зеркало, умные скамейки, исследования в области генетики, десятки проектов в национальной библиотеке представили молодые новаторы со всего СНГ. Ольга Власовец познакомилась с самыми интересными разработками. Кубизм и железная фантастика. Чуть более часа назад в Национальном художественном музее открылась совместная белорусско-испанская выставка. Чем берут испанские художники и белорусский скульптор, знает Анастасия Бенедесюк. Главные политические новости сегодня приходят из Турции. Ни одно государство не может чувствовать себя в безопасности перед угрозой терроризма, заявил менее час назад Александр Лукашенко на саммите Организации исламского сотрудничества. Этот форум проходит в Стамбуле, городе, который издревле расположен на перекрестке культуры и является колыбелью разных цивилизаций. Белорусский лидер уверен, что только через их взаимное обогащение, через диалог и сотрудничество пролегает путь к решению глобальных задач, стоящих перед мировым сообществом. Белорусский лидер отметил, что тематика саммита чрезвычайно актуальна и созвучна белорусскому внешнеполитическому курсу. Стремление укреплять связи с исламским миром – абсолютно осознанный выбор, которого Беларусь постоянно придерживается. Проводя политику многовекторности и открытости внешнему миру, не желая замыкаться в узких рамках евроцентризма, «Мы еще в конце 90-х годов прошлого века стали единственной на тот момент европейской страной полноправным членом движения «Неприсоединение», также заявил президент. Накопление критической массы мелких конфликтов однажды может вылиться в глобальное столкновение, отметил Александр Лукашенко. Президент уверен, что те, кто тешит себя иллюзией о возможности сегодня решить силой все проблемы, завтра окажутся в проигрыше. «Мы должны наполнить реальным содержанием отношения не только по направлению запад-восток, но и север-юг, избегая при этом какого-либо противопоставления и уж тем более конфронтации между ними. Именно с таких позиций мы в свое время выдвинули концепцию интеграции-интеграции, которая полностью отвечает таким подходам и базируется на принципах сближения и единения», заявил Александр Лукашенко. Как отметил глава государства, Беларусь хорошо знает цену миру и вносит реальный вклад в разрешение сложнейших конфликтных ситуаций. Александр Лукашенко уверен, что наряду с другими важными геополитическими игроками, исламский мир может стать одной из опор стабильности и безопасности. Организация исламского сотрудничества, объединяющая 56 стран с населением более миллиарда человек, обладает огромным политическим и экономическим потенциалом. А получение нашей страной статуса наблюдателя откроет новые возможности для сотрудничества. Выступая на саммите, Александр Лукашенко заверил, что в лице Беларуси мусульманские государства всегда найдут надежного и предсказуемого партнера. И сегодня же на полях саммита в Стамбуле Александр Лукашенко провел серию встреч с мировыми лидерами. Подробности в материале Евгения Пустового. Для Беларуси саммит авторитетной и крупнейшей в мусульманском мире организации исламского сотрудничества начался со встречи с хозяевами форума. Реджеп Таиб Эрдоган, несмотря на загруженность и усталость с давним другом Александром Лукашенко, общается ближе к полуночи. Президенты знакомы еще с 2010 года. Это видно и по рукопожатию, И по организации переговоров. На Востоке каждая деталь имеет смысл. Белорусскую делегацию принимают за столом с белоснежной скатерью. Мол, чистоту отношений Турция готова сохранять с Белоруссией и дальше. Президенты обсуждают многие вопросы сотрудничества. Но акценты ставят на укрепление экономических и торговых связей, развитие туризма. Блистательная порта готова увеличить объемы инвестиций в экономику проверенного европейского партнера. Посыл Эрдогана уже утром обсуждают в Минске. Как реализовать договоренности между президентами решат в мае на заседании Межправительственной Белорусско-Турецкой комиссии. По статистике 2015 года товарооборот между Турцией и Белоруссией составил около 400 миллионов долларов. Турецкие инвестиции на сегодняшний день в экономику Белоруссии превышают 1 миллиард долларов. И главным образом они сфокусированы на таких сферах, как услуги, оптовая и розничная торговля и строительно-монтажные работы. Чтобы стать ближе, Белоруссия и Турция готовы увеличить количество авиарейсов. Президент Эрдоган собирается посетить Минск. А вчера главу Белоруссии аэропорт Ататюрка встречал ярким солнцем и теплым приемом. А сегодня у белорусского лидера горячая повестка дня. Двусторонние встречи и налаживание новых контактов. Для диверсификации экспорта Александр Лукашенко на площадке саммита организации «Исламского сотрудничества» налаживает экономические мосты с новыми странами и регионами. Это может быть расширение достаточно перспективных и интересных для Республики Беларусь возможностей по поиску новых рынков сбыта для белорусских товаров и услуг. Сегодня, как неоднократно подчеркивал президент Республики Беларусь, эта задача является приоритетной для предприятий разной формы собственности, для разных секторов. Организация «Исламского сотрудничества» объединяет около 60 стран с населением по разным оценкам от 1 до 1,5 миллиардов человек. Христианская Беларусь в «Исламском клубе» не случайные гости. У нашей страны и ОИС совпадают политические взгляды на многополярное мироустройство, отношение к традиционным ценностям. А в самом регионе Александра Лукашенко знают как политика миротворца. Его опыт и имидж полезны для этой встречи. На полях 13-го саммита хотят посеять зерна единства и солидарности для того, чтобы на просторах от Закавказья до Северной Африки расцвели мир и справедливость. Народы устали, люди устали, и нужно находить какие-то выходы из решений. И то, что минский процесс до сих пор звучит в позитивном ключе и обеспечивает относительно стабильную и мирную ситуацию на востоке Украины, этот опыт может быть распространён и имплементирован в других регионах, в том числе и в исламском мире. Несмотря на ключевое слово «организация исламского сотрудничества», на этой площадке в качестве наблюдателей собираются различные международные структуры и страны европейского вектора. На заседании присутствует Россия. Кремль представляет посол по особым поручениям Константин Шувалов. Кстати, турецкая сторона флаги Белоруссии и Российской Федерации дипломатично расположила рядом. В составе «организации исламского сотрудничества» несколько стран СНГ. Площадка ОИС ближает коллег и давних партнёров по ОДКБ и ЕАЭС. Ещё перед совместным фотографированием Александр Лукашенко общается с Нурсултаном Назарбаевым в кулуарах. Затем разговор продолжается на двусторонней встрече. Мы уже с вами длительные провели переговоры. И до этого пообсуждали все наши проблемы международные и местные. И договорились о вашем визите в Белоруссию, о моём приезде. Ещё раньше, по-моему, я жду в Астане в конце мая месяца. Поэтому у нас действительно будет возможность серьёзно проанализировать даже те проблемы, которые появляются всё здесь. Мировым кризисом экономическим, да и неурядицами связаны и с нами самими, и с нашим главным партнёром экономическим, с Российской Федерацией. В Стамбуле президенты договариваются о взаимных визитах в Минск и Астану и укреплении экономических связей. Позитивные перспективы возникают и в связи с развитием логистического коридора и с Поднебесным Европой. Мы, братские страны, на самом деле, у нас общие цели, общие устремления, задачи общие. У нас и союзники общие. Китайскую народную республику через Казахстан открывается хорошая дорожа для Белоруссии. На саммите флаги 56 государств. 33 страны представлены на самом высоком уровне. В среде королей и президентов мусульманского мира, специально приглашённому гостью Александру Лукашенко, оказывают знаки особого уважения. Нечасто мужчины Востока, тем более эмиры и шейхи, так радушно приветствуют европейских лидеров. Здравствуйте. Будь пожаловаться. На двусторонней встрече эмир государства Катар, шейх Тамин Бен Хамад Аль Тани, предлагает Александру Лукашенко дальше развивать и укреплять экономические связи. В богатейшем государстве Аравийского полуострова Минск считают долгосрочным партнёром, а связи с Белоруссией – стратегическими. Мы всегда действуем и поступаем, исходя из наших национальных интересов. Президентам чётко поставлена задача диверсификации нашей внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности, реализации на деле многовекторности. В Беларуси хотят видеть надёжного друга и партнёра, с которым хотелось бы развивать и политические, и гуманитарные, и торговые, и экономические отношения. Но и отношения, кстати, в сфере безопасности. И мы действительно сотрудничаем по ряду этих направлений со всеми государствами, с подавляющим большинством государств мусульманского мира. Ещё более конкретными договорённостями заканчивается встреча Александра Лукашенко с вице-президентом Индонезии. Совместный товарооборот может достигнуть одного миллиарда долларов. В Индонезии могут появиться белорусские предприятия, а для более тесных связей в Минске открыть посольство этой страны. Среди стран арабской дуги в прошлом году у Беларуси прорывные отношения с Пакистаном. Налажено стратегическое партнёрство, которое войдёт в историю. Александр Лукашенко отметил оперативность пакистанской стороны в организации межгосударственных визитов на самом высоком уровне. Динамику в развитии отношений подчеркнул и пакистанский лидер. С мирным предложением Александр Лукашенко обращается и к премьер-министру Афганистана. Беларусь готова помогать обустройству мусульманских стран. Миролюбивая внешняя политика Республики Беларусь известна во всём мире. Мы гордимся тем, что никогда не начинали войн и предпочитаем иметь конструктивное, прагматичное отношение со всеми странами мира. Александр Лукашенко в арабском мире знают, как стабильного и проверенного партнёра в экономике с чёткой позицией в международной политике. Саммит завершился. Работа в восточном направлении продолжается. Евгений Постовой, Анастасия Иванникова, Максим Слиш, Илона Волынец, телекомпания СТВ. Агропромышленный комплекс Беларуси готов к вступлению страны во Всемирную торговую организацию, считают в правительстве. Подходы нашей страны соответствуют требованиям ВТО. При этом Беларусь будет отстаивать выгодные для себя договорённости, защищая прежде всего собственные интересы. Ведь агропромышленный комплекс приносит стране хорошую прибыль. Только за первый квартал этого года экспорт нашего молока вырос на 12%, а мясо на 20%. Мы этим вопросом очень серьёзно занимаемся. У нас от имени Министерства сельскохозяйства есть должностное лицо замминистра сельскохозяйства, которое будет курировать эти вопросы в вступлении в ВТО. И прежде чем вступить, мы для себя, конечно, выбираем все позиции, которые могли бы быть интересны, экономически выгодны для нашего агропромышленного комплекса. Ждём, естественно, широкой возможности для поставки нашей продукции, безусловно, на рынке Всемирной торговой организации. Ну а одна из стран ВТО Латвия уже сегодня предлагает Беларуси увеличить взаимные поставки продовольствия. Об активизации сотрудничества речь шла на переговорах глав аграрных ведомств двух стран. Латвия также заинтересована в белорусской сельхозтехнике, в частности, поставках тракторов. Перспективы я оцениваю очень хорошо, поскольку продукции у вас хорошие, у нас хорошие. Так само, как я уже говорил по вопросам, вас тоже интересует европейский рынок, это законодательство, согласование законов. Но над этими вопросами я уже сказал, мы работаем и помогаем своим коллегам. Ну, я думаю, что и впредь будем это делать, поскольку интерес есть, но если есть интерес, то можем сотрудничать. Динаминация обойдётся торговле в копейку. Замена программы для одного кассового аппарата стоит 30 долларов. Скажется ли это на покупателях, узнаем у нашего экономического обозревателя Алексея Мартинёнка. Алексей, скажите, кто расплатится за списание четырёх нулей? Добрый вечер, Юлия. На модернизацию кассового оборудования в стране потратят до миллиона долларов. Но на ценах и сдержки не отразятся, уверены в Минторге. А ещё уверены в том, что в связи с динаминацией белорусы всё чаще будут пользоваться при расчётах пластиковыми картами. За одну ночь 1 июля перенастроить все кассовые аппараты невозможно. Так что безналичный вариант оплаты в первое время будет более надёжным. Сейчас в Беларуси каждая четвёртая покупка совершается таким образом. Естественно, тут нагрузка на кассиров возрастает. Ну, вот эта технология работы кассиров в Минторгам будет опубликована в апреле месяце, чтобы все могли кассиры подготовиться и торговые предприятия, и не создавать больших проблем при расчётах на кассовых узлах. Печатать нет смысла. Количество денег всех номиналов в стране стало меньше. С начала года денежная масса сократилась на 25 триллионов рублей. Статистика объединяет наличные в обращении и средства населения и предприятий на счетах в банках. Всего в обороте в Республике Беларусь сейчас находится 336 триллионов 700 миллиардов рублей. Белорусы начали активнее делать вклады в национальной валюте. По информации Нацбанка, на 1 апреля рублевые депозиты составили в общей сложности почти 25 триллионов. Всего за один месяц цифра выросла на 400 миллиардов. За то же время вкладчики забрали 10 миллионов долларов. Эксперты объясняют тенденцию ситуации на валютно-фондовом рынке и введением налога на процент с депозитов две недели назад. Разговоры в границах интеграции станут дешевле. Страны ЕАЭС договорились снизить стоимость роуминга. И уже посчитали, что за один год таким образом клиенты сэкономят около 2 миллиардов российских рублей. Решение поможет развитию экономической интеграции, рассчитывают политики. Что интересно, акция «Неразовая работа» в этой сфере будет продолжена и очередное снижение планируется в 2017 году. На валютно-фондовой бирже сегодня состоялись очередные торги. Доллар на этот раз вырос на 140 рублей, но все равно не стал дороже 20 тысяч. Евро и российский рубль подешевели незначительно. Экономические новости представлены Альпари. Профессиональные консультации по инвестированию и интернет-трейдингу. Подробности на alpari.by. Теперь мы в курсе. Это были новости экономики. Спасибо, Алексей. И к другим темам. Верховная Рада Украины с третьей попытки утвердила программу нового правительства. За нее проголосовали 243 депутата. Ранее депутаты дважды не поддержали план действий правительства, предложенный новым премьер-министром Владимиром Гройсманом. Политик заявил, что его первой задачей для нового кабинета министров будет требование в течение месяца представить варианты проведения секторных реформ. Новый глава украинского правительства пообещал, цитата, «жесткий менеджмент с четким контролем выполнения поставленных задач». В США разгорелся скандал вокруг нелегального усыновления приемных детей. На одном из французских телеканалов вышел фильм о подпольной индустрии. Речь идет об интернет-сайтах, на которых можно избавиться от ребенка, которого взяли ранее. Ежегодно из одной семьи в другую передается около 25 тысяч маленьких американцев. Это практика нелегальная, но за 3,5 тысячи долларов обойти закон оказывается возможно. За последние три года только семь штатов приняли законы, которые запрещают либо ограничивают бесконтрольное переусыновление. Проект федерального закона для всей страны пока лежит в Конгрессе. В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла. На юго-западе страны десятки зданий разрушены. По предварительным данным, один человек погиб, еще около 50 получили ранения. Сообщается, что под завалом еще могут находиться люди. Эпицентр пришелся на префектуру Кумамото, и после первого толчка последовали еще два. Сразу же было объявлено о возможности цунами, но позже метеорологи отменили это сообщение. В нескольких районах начались пожары. Многочисленные разрушения и на острове Кюсю. Там же из-за стихии отменены все авиарейсы, а также закрыты железнодорожные вокзалы. На испанском острове Тенрифе продолжается поисково-спасательная операция. В небольшом курортном городе обрушился жилой дом. По предварительным данным, один человек погиб. Под завалами остается около 10 испанцев. Пока известно о трех раненых. Сообщается, что в рухнувшем здании, кроме жилых помещений, находился супермаркет. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Причины обрушения выясняются. И вновь вернемся в нашу страну. Для решения задач по минимизации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в Беларуси и России необходимо работать вместе. Об этом заявил Григорий Рапота. Госсекретарь союзного государства сегодня пообщался с представителями российских СМИ и блогерами, которые находятся в большом пресс-туре. За несколько дней репортеры посетили Полесский радиационно-экологический заповедник, научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека, белорусские города и деревни, которые пострадали в результате аварий на ЧАЭС. На меня произвело впечатление уровень высокотехнологической помощи, который оказывается вот здесь. Потому что понятно, куда людям, которые попали в такую ситуацию, не знают, куда обратятся, и знают, что они здесь получат действительно высококвалифицированную помощь. Померя маршруту, едешь, и видно красота, любовь к своему региону, к своему отдельному домику. У вас там предприятия, на этой территории, мы были где-то цары производят, видно, что там стройки тоже идут. То есть народ как-то воспрял духом и живет, и развивается. Десятки инноваторов из Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана и Армении сегодня презентуют свои разработки. В самых разных областях, от промышленности до культуры. Площадкой стала национальная библиотека, где открылась международная выставка-презентация «100 идей для СНГ». Это первая встреча молодежи в таком формате. Актуальность и практическое применение оценят эксперты. Ольга Власовеца о самых любопытных новациях. Белгейский никогда не ошибается, но он может встать и сделать недочеты. Самый большой недочет его программы это то, что он включает туда всегда все программы в одну целиту. Этот 15-летний, амбициозный молодой человек из Азербайджана пытается исправить ошибки самого известного программиста в мире. А в будущем даже обойти его. Благодаря ноу-хау Эльшана в области программного обеспечения все системы на компьютере заработают в 7 раз быстрее и станут более энергоэффективными. Коды я видел в Барсине, как в Менделеев. Все простые пользователи почувствуют быстродействие компьютера, он меньше будет нагреваться. А совсем рядом с Азербайджаном стенд Армении. Если на карте политической у них не все гладко, то и на минской площадке они уже успели подружиться. А Лусиней из-за Кавказии и вовсе предлагает объединить все страны СНГ с помощью экстремального и культурного туризма. Самые успешные участники ее проекта смогут попробовать себя в качестве предпринимателей. В каждой стране СНГ приглашается один фотограф, один археолог и один любитель экстремального туризма. Тот, кто победит, будет иметь возможность открыть в своем стране собственное турагентство. Эта установка реагирует на свет и тем самым повышает энергоемкость солнечной батареи. Разработку уже активно используют на Алтае. У нас имеется два датчика, которые отслеживают наибольший сочек света. Соответственно, если полируют его, то он будет туда поворачиваться. Наша разработка на СНГ отличается, во-первых, по себестоимости, также по температуре эксплуатации. То есть она может работать при температуре до мин 35 градусов. А это белорусский знаковый проект, который уже успел завоевать популярность. Программа считывает силуэт человека, помещает его в новую обстановку, а с Эрджой реагирует на жесты. Это интерактивное 3D-зеркало, разработка целой команды студентов и опытных программистов. Они уже взяли первое место на конкурсе стартапов российского инновационного центра «Сколково». Пока это только пилотный проект, но его возможности безграничны. Белорусскую разработку можно использовать в области продаж, безопасности и невербальной психологии. А ведь именно практическое применение будут оценивать эксперты при выборе победителя. Стоит отметить, что сегодня идеи молодежи приобретают особую популярность, а наиболее перспективные разработки уже внедряются в производство и приносят реальный экономический эффект. Ольга Власовец, Максим Сосукевич, Телекомпания СТВ. Что получится, если объединить мастерство испанского художника и белорусского скульптора? Ответ – более 30 работ с современным взглядом на кубизм не нарушает традиции Пикассо и Модильяне. В главном музее страны открылась совместная выставка авторов, которых уже оценили французские знатоки искусства. Анастасия Бендесюк о том, почему это стоит увидеть. Его холст – груда металла, кисти краски заменяют дрель и отвертка, вдохновляют жуки, богомолы и стрекозы. С последней, кстати, Сергей и скопировал дебютную работу 10 лет назад. Его фантастические существа будто только приземлились из далекой планеты, годов этак в трехтысячных. Для каждой работы, я еще подчеркиваю, что они настолько специфичные, что я даже сам не знаю, что туда пойдет. Вот находится какая-то нужная вещь, и очень важно, чтобы она стала в нужное место. Имя Сергея Портенкова в историю мирового искусства уже вписано заглавными буквами. Из парижского Гранполе в ноябре прошлого года гомельчанин привез премию Тейлора. Награду весомую и серьезную. Тогда на выставке Art Capital изысканную французскую публику Портенков покорил железной фантастикой. Победного металлического уробороса, змею, пожирающую свой хвост, скульптор привез и в Минск. И что интересно, это единственная работа из внимания бумаги. Таково требование было парижского жюри. Я специально перед этой выставкой зашел в интернет посмотреть биомеханическую скульптуру или инсталляцию. Практически ничего нет. Можно сказать, что это уникальная работа. Дуэлио Дехинара в Минске выставляется впервые. Оттого говорит и волнение особое. Правда, в том, что белорусы его фигуративное творение воспримут правильно, сомнений нет. Как-никак техника Пикассо, Модельяне и Бекона. Жесткий геометрический рисунок, игролинии и современные реалии. Я уже успел влюбиться в Беларусь. Я приехал на неделю, обязательно вернусь сюда со своими новыми полотнами. Я привез 22 картины, все они новые. Кстати, я уже побывал на самом высоком здании Минска. Есть желание изобразить в том числе и жизнь столицы белорусской. Хочу побывать у вас в глубинке. Стартовав в декабре прошлого года сложностью и многообразием образов Гои, требуемой протестом Пикассо, серия ярких полотен белорусско-испанских культурных отношений пополнилась уникальной и даже экспериментальной совместной выставкой, где испанский художник и белорусский скульптор. А вот очередную серию полотен писать начнем уже осенью в Толедо. Анастасия Бенедесюк и Иван Боровой, телекомпания СТВ. На этом пока все. Репортажи, эфирные видео, всех программ в любое время доступны на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. В студии работала Юлия Александрова. Итоги четверга мы подведем в 22.30. Я прощаюсь до этого времени. Пока желаю нескучного вам вечера. Субтитры сделал DimaTorzok